Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и мы продолжаем говорить о новогоднем календаре. На восьмой день вышел самый, наверное, такой перспективный танк из всех, кто был. И один из самых был ожидаемых, это Самуа СМ. То есть танк действительно очень-очень годный, цена его оправдывается этим. И многие его ждали, и сколько я чекал комментарии, там встречались про джета, всякие и тому подобное, и Самуа СМ. То есть это действительно годный перспективный тяж, на котором можно интересно и, самое главное, эффективно играть. То есть, ну, у нас небольшое количество машин, которые тебе могут подарить и удовольствие, и, как бы, экономическую какую-то, там, не знаю, жажду, наоборот, наслаждение. То есть, как бы, в этом плане Самуа СМ прям очень-очень хорош. И сегодня мы поговорим очень-очень подробно о данной машине, разберем сильные и не так много, ну и слабые стороны, ну и обо всем, как всегда. То есть мы продолжаем свою историю творить по данному календарю. Поехали. Само СМ это прям танк восьмого уровня Франции с барабаном. Да, вот барабан, если уже есть, то уже хотя бы какая-то интересная машина. Да, я имею в виду только высокоуровни, потому что там третий и второй уровни, их там пруд пруди. Что у нас здесь? У нас здесь барабан на пять снарядов с альфой в триста, то есть полторы тысячи потенциального урона. И, грубо говоря, большинство ТТ, которые против тебя встречаются, процентов начиная так с 90 и до 100 уходят в ангар. Ну, то есть ИС-3, ИС-6, да, я имею в виду вот, ну, 90 где-то процентов ХП ты им точно должен сносить, если ты будешь всеми выстрелами пробивать. И есть те танки, которые ты сразу заберешь, это ИС-3, могут ИС-6, если там у вас больше будет проходить альфа, чуть тигра. Ну, короче, много, их хватает реально на своем уровне, а мы их 65, по-моему, ну, короче, их много. То есть с этим нет проблем. Опять-таки, бронь пробития, окей, кажется, ну альфа триста, ну полторы тысячи и бронь пробития двести тридцать два ББшкой. ББшка для такой альфы и бронь пробития, я считаю, стоит, конечно, нормально, тысяча тридцать и летает она тысячу. То есть, ну, неплохо, но голда четыре тысячи, то есть пять снарядов будут вам стоить, ну, то есть барабан будет стоить двадцать тысяч голды. То есть, ой, двадцать тысяч сребра, вот такая вот сумма. Но он летает очень быстро, тысяча двести пятьдесят и пробивает двести шестьдесят три, то есть, ну, как бы комфортно. Встречаясь против более-менее крепких тяжей на саму АСМ, хотя бы, ну, что-то можно показывать. Есть и фугасы, но вряд ли кто им будет пользоваться. Хотя, я думаю, ну, какой-никакой там барабан на пять снарядов можно зарядить, потому что здесь шестьдесят снарядов. То есть, вы пятьдесят пять заряжаете обычных, ну, там между собой их делите и, допустим, пять фугасов. Да, на всякий случай, если суперкерпкий танк останется и фугасами подобирать, я думаю, в принципе, можно с собой возить, это позволяет. Перезаряд, конечно, большая и КД между снарядами тоже не самая маленькая. Два и двадцать два, то есть, там, восемь с половиной, практически десять секунд тратится на то, чтобы разрядить свой барабан. И, конечно, это занимает время. Вы подставляетесь и броня где-то есть, где-то нету. Ну, то есть, как бы, да, есть барабан, он вроде бы ультимативный, но будь добр, подставляйся и можешь, как бы, сам урон получать. Но бывает так, то, что можно заехать в крысу и все. Особенно интересно на самой СМ стилить фраги, то есть, какую-нибудь косу смерти взять или врываться, когда остается там три шотных, ты просто вырываешься и всех уничтожаешь. Ну, грубо говоря, это очень интересно, да, опять-таки, встречаясь против артиллерии, ты можешь практически три вырезать, в зависимости от того, сколько у них ЭП будет. Тоже очень интересно и, как бы, ну, в плане орудия танк разнообразный, он тебе не даст заскучать, это однозначно. Время сведения 2.4 и точность 0.4. Окей, время сведения тоже не самое топовое, да, и еще плюс, как бы, у нас барабан нужно постоянно будет сводиться, но это еще можно раскачать, там, 2 секунды сделать, ну, как бы, пойдет. Но вот точность 0.4. Это, конечно, косяк, и это при 100% экипаже, вы представляете, что нужно будет прокачать, там, боевое братство, там, все вот это поставить. Где-то 0.37, 0.38 будет, все равно пушка будет косоватенькая. То есть, на самом АСМ реально нужно вот вблизи играть можно и, как бы, от расстояния, но есть шанс большой, кстати, есть шанс, то, что вы не попадете. Хотя снаряды летают неплохо. Опять-таки, здесь есть УВН, и пушка вниз на 10 градусов опускается, но и в этом, наверное, наша проблема. То, что мы все надеемся, то, что, как бы, как-то башкой будем танковать, а это место у нас слабое. Оно там 204 миллиметра, 150, 130, то есть, это, как бы, все пробивается, и под наклоном 209. Большая комбашинка. Короче, как бы, с броней в самой АСМ проблема. Единственное, бывает то, что враги как-то забывают, либо же по беспамятству своему стреляет верхний бронлист, думая, что это картон, а здесь у нас 244 миллиметра. То есть, вот такие вот возникают у нас небольшие казусы. Что у нас дальше? По мобильности. Мобильность максималка 37 вперед-20 назад, удельная мощность 12,5. Скорость поворота шасси 32 градусов в секунду. То есть, танк едет, но не так, как бы, быстро, как хотелось бы. Но и сзади он плестись тоже не будет. По броне мы сказали 1450 хп. Я не совсем понимаю, с чем связана такая маленькая цифра, потому что танк, ну, далеко не самых маленьких размеров. И, как следствие, ну, он должен был обладать большим количеством хп. Но у нас так. Идем далее. По незаметности-незаметности здесь нету, потому что танк больших реально размеров. Обзор 370 метров. Что не позволяет нам эффективно играть на каких-то дальних расстояниях. Потому что танк, во-первых, большой. И, во-вторых, приходится сюда что-то ставить на обзор. Не во всех ситуациях, но зачастую приходится сюда что-то на обзор ставить. Поэтому возникают небольшие проблемы. И вот с этим, как я уже сказал, возникает проблема, потому что приходится что-то компенсировать, допустим, из орудия на обзор ставить. Это среди оборудования. Но лично я для себя нашел вот такую сборку. Это усиленные приводонаводки обязательно. Это стабилизатор, потому что, как бы что, не хотелось бы нам ставить на обзор. Да, мы все-таки тяж играем впереди и все такое. Но точность такая. И время сведения большое. Стабилизатор, оно компенсирует, потому что, как бы, кружок будет поменьше. Но это я слишком подробно рассказываю. Думаю, вы и без меня знаете. Ну и, конечно же, вентиль, который помогает реально во всем. Ну и все. Что с собой возить? 5 фугасов. И тут вы, как бы, выбираете сами перед вами 55 снарядов. Можете возить 25, там, не знаю, ББшек, допустим, и 35 калибров. Можете, наоборот, другой прогрессии. То есть, ну, как бы, хватает и снарядов хватит на то, чтобы даже побландить. То есть, ну, проблем, короче, не возникает. С этим это очень классно. Теперь общую характеристику. Что из плюсов? Как по мне, это хоть какая-никакая броня есть. То есть, нельзя сказать, что это минус, но есть хотя бы какая-то броня для барабана. Тем более для француза, да. Но сравнивать с другими ТТ, она очень слабая. Это барабан на полторы тысячи урона. Это хорошее бронепробитие. Что, в принципе, голдовым снарядом, что основным. И динамика не самая худшая. Вот это лично я для себя выбрал. Среди недостатков это то, что танк действительно большой. И кроме лба он очень картонный. Да даже и спереди, как бы, тоже картон. И, в принципе, я замечал то, что если что-то у вас там критует, то чаще всего экипаж прям очень сильно. Ну, то есть, смотрите, если у вас критует перезаряжающего, да, там, у него вот перезарядка 37. У вас нету, допустим, там, ну, не знаю, аптечки. И вы представьте, 37 секунд умножите на 2. Это за минуту будет. Окей, когда ты играешь там на обычной машине, у которой, ну, цикличная перезарядка, там, 6 секунд, 12, да. Ну, ты хотя бы воюешь. Здесь, ну, просто нереально. Опять-таки, слишком много критов. Если от арты что-то прилетает, а корпус у нас очень большой, и если прилетает в задок, то много чего критуется. Но, несмотря на все эти минусы, машина очень-очень годная. И одна из самых имбовых, серьезно, среди премов, которая сражается очень неплохо. Поэтому, если вы что-то хотели прикупить из новогоднего календаря, и вот это один из самых интересных вариантов, серьезно. Здесь я полностью советую, и поэтому прислушайтесь, как бы, но решайте сами, все-таки деньги ваши. Спасибо большое за просмотр, не забываем подписываться, лайки, дизлайки, комментарии. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok